шалом дорогие друзья всем добрый вечер и доброй ночи уже и прошу прощения за то что немножко опоздал это берет время на самом деле хорошо подготовиться к лекции настолько интересную настолько интересная тема что пришлось еще взять время подготовиться и так дорогие друзья сегодня наша тема еврейская аффирмация что такое еврейская аффирмация думаю все вы слышали такое слово аффирмация да но что такое еврейской аффирмации чем отличие обычная аффирмация от еврейской аффирмации и еще о многих вопросах мы поговорим сегодня мы поговорим о том какие вопросы задают человеку когда Он приходит на Высший Суд, Небесный Суд. Мы поговорим о том, как влияют на нас подсознательные убеждения и насколько сильно они могут улучшить или ухудшить нашу жизнь. Мы поговорим о том, какие две души есть в нас и насколько они влияют на нашу жизнь. Мы поговорим о том, как подсознание влияет на нашу жизнь, на сколько процентов. И эти и многие другие вопросы сегодня с Божьей помощью я освещу. Так что оставайтесь до конца. В конце вас ждет сюрприз. Итак, что нам пишут? Шалом Максим, шалом Светлана. Отлично, есть люди. Это уже приятно. Итак, дорогие друзья, давайте начинаем. Есть такое изречение, очень интересное, Рава Салантера. Он говорит, я хотел изменить мир, не получилось. Я изменил себя и весь мир изменился. Представляете, это очень сильное выражение. Это сказал мудрец, живший в 19 веке, Рава Срая Салантер. Я хотел изменить мир, не получилось. Изменил себя и весь мир изменился. Насколько сильное это выражение? Что когда мы меняем себя, когда мы меняем наше отношение к миру, наши убеждения, наши качества, то весь мир автоматически меняется. Современные светила коучинга заявляют в один голос hard work or inner work. Что это означает? Тяжелая работа или внутренняя работа? Тяжелая работа по преодолению себя грузчиком. Работа, которую вы не любите. Можно работать за деньги. Тяжело на нелюбимой работе, напрягаться и пытаться постоянно изменить внешний мир. А можно изменить убеждения, открыть свое предназначение и делать даже тяжелую работу с радостью, с удовольствием, с внутренней легкостью и зарабатывать даже больше. Да, если это речь идет о деньгах. И точно так же и с другими аспектами. Тони Фахри, писатель и эксперт по личностному росту, объясняет, что самый действенный способ изменить мир, это изменить самого себя. Лев Толстой сказал простую и точную фразу. Каждый думает изменить мир, но никто не думает изменить себя. Американский писатель и оратор Джон Максвейл писал, большинство людей хотят изменить мир, чтобы улучшить свою жизнь. Но мир, который им необходимо изменить, это тот, который находится внутри мира. Это тот, который внутри них. Да? Итак, дорогие друзья, что говорят нам эти изречения, что на самом деле, если вы хотите быть счастливыми, если вы хотите жить в том мире, в котором вы хотите, то вам нужно начать с самих себя, а именно со своих убеждений, со своих качеств. И как это делать, об этом мы сегодня поговорим. Мы поговорим о том, как влияет на эту речь, как влияет на эту эврейскую аффирмацию, множество других интересных вещей по пути. Так, вопросы, что нам пишут друзья? Шалом всем, да. Шалом, шалом, шалом. Из Киева нас смотрят. Так, добрый вечер, да. Раф Деслер в книге Мехтава Ильяу пишет, что у каждого есть две души. Нефеш Сихлит и Нефеш Беймит. Что это означает? Разумная душа и животная душа. Какова функция этих душ? Какова функция этих душ? Одна душа, которая называется разумная, отвечает за интеллектуальный анализ, за планированное, критическое мышление, да. И другая душа, которая называется животная душа, она, как называет Юраф Деслер, та такара, что означает подсознание. Она отвечает за инстинкты, привычки, эмоции и любые автоматические модели реагирования и автоматические действия. Подсознатие, подсознание, животная душа ответственны за то, как мы дышим, моргаем, перевариваем пищу, сколько гормонов, адреналина, тестостерона, эндорфина выделяется в нашем теле. Ну, как пример, человек идет, да, идет себе на работу, предположим, да, как он сгибает ногу, куда ставит цепню, с какой скоростью он двигает ногами. Все это автомат, это подсознание, это животная душа. Вдруг он встречает своего друга, и тот ему говорит, что ты шаркаешь, как старик, тебе 30 лет, ты чего так ходишь? И он думает, ой, на самом деле, все. Закончил беседу с другом, идет дальше, и следит за тем, ой, все, я сейчас буду ходить, как надо, без шарканья. Он следит за своей походкой, он думает о том, как идти, это уже сознание, да, контролирует свои шаги. Он не контролирует все мышцы, но определенные вещи он контролирует, и это сознание, это уже наша разумная душа. После этого он встречает другого друга, они начинают милую, хорошую беседу, он забывает о том, как он идет, и это опять переходит в область подсознания. То есть, опять начинает эту походку его контролировать, животная душа, татакара подсознания. Насколько процентов, как вы думаете, человек зависит от животной души и от разумной души? Напишите мне одну цифру, насколько процентов, как вы считаете, подсознание влияет на нашу жизнь? Вот интересно, интересно ваше мнение. Насколько процентов подсознание влияет на нашу жизнь? Ну, пока вы думаете, я скажу еще один пример. Более сложный. Представьте себе скрипача-виртуоза, который исполняет 24-й каприз Паганили. Тан-та-ям-па-ям-па-ям-па-ям-пам-пам. По-моему, это этот каприз. Движение его рук. Автомат, да? Все. Я музыкант, я знаю, я когда играю. То есть, я не думаю о том, куда я поставлю какой палец. Просто это уже автоматически. Эмоции, в принципе, он не выбирает. То есть, это тоже подсознание решает на основании его установок, эмоций, предпочтений. Да, такие эмоции. Где тут разумная душа? В зависимости от понимания музыкального произведения, настроения и зрителей. Настроение зрителей, да? Того, какие они, какой их музыкальный уровень, какой их финансовый, может быть, уровень, социальный уровень, да? Он думает, как им лучше преподать то, что он играет. И это уже в основном, во всяком случае, так и у меня, это происходит уже на уровне разумной души. То есть, скрипач это думает, так, вот здесь лучше я сыграю погромче, здесь потише, здесь побыстрее, здесь помедленнее. Или просто вот здесь я сейчас встану немножко по-другому, здесь немножко пройду, потому что так я произведу на них больше впечатлений. Окей? Значит, в основном, как мы понимаем, вся эта игра, она идет на автомате. Музыкант только решает, что он хочет играть, и автомат идет. То есть, разумная душа, она думает, что конкретно я сейчас, как я буду играть, а подсознание уже все это реализует, да? Весь автомат это подсознание. Надеюсь, я понятно вам объяснил. Если нет, пишите вопросы. Итак, дорогие друзья, как вы считаете, как вы считаете, на сколько процентов подсознания влияет на нашу жизнь? Итак, Сюзанна Тинкевич написала 50%. 50%. Так, Аркадий пишет 90%. Отлично. Светлана Шевченко пишет, насколько могу им контролировать. Хорошо, хорошо. Теперь, хотите правильный ответ? Правильный ответ, дорогие друзья. Потрясающая вещь. Наше подсознание контролирует нас на 97%. То есть, все вот эти автоматические действия, да, все, что у нас происходит, и не только, и не только. То есть, то, куда он нас ведет по жизни, в зависимости от наших программ, это все подсознание. 97%. Только 3% вдруг мы просыпаемся. Ой, я хочу туда. Ой, надо то-то, ой, надо то-то, да? Делаем какой-то анализ, составляем план, и потом опять подсознание. То есть, так средний человек живет. Все время подсознание. Естественно, чем больше человек осознанности, об этом правильно сказал, на самом деле, очень мне понравилось, то, что написала Светлана, насколько могу им контролировать, то есть, насколько я осознаю свои действия, свою жизнь, да, чем больше я осознаю свою жизнь, свое поведение, свои мысли, тем больше, в принципе, я контролирую. Но в основном, люди, средний человек, контролирует свою жизнь, точнее, да, свою жизнь на 3%. Контролирует свою жизнь на 3%. Остальное все это подсознание, это все автомат. Принципы подсознания напоминает GPS. Мы ввели туда какую-то цель, неосознанно, в основном, и мы едем, сознание нам говорит, так, разумная душа, да, так, мне нужно ехать, например, из Питера в Москву, тух, поехал. А в GPS написано, предположим, Воронеж. И вот в какой-то момент мы едем, доверяем GPS, GPS говорит, сейчас налево, сейчас направо, сейчас прямо. Человек доверяет GPS, это четкое чувство, это ощущение четкости, это ощущение, что вот так и нужно делать, да, или просто на автомате он идет за тем, что показывает ему GPS в результате, как бы он ни шел, сознательно в какой-то момент просыпается, ой, где я, надо сейчас направо, в конце концов, GPS берет свое, человек вряд ли знает полный маршрут до Москвы, в результате, в результате, он попадает в Воронеж, да, то же самое и у нас, внутри, в нашем мозгу, то, что находится в подсознании, в основном, это все и реализуется. Поэтому, дорогие друзья, как ввести в подсознание нужную установку, нужную цель, чтобы она нас туда привело, об этом мы сегодня с Божьей помощью поговорим немножко, и пока что я хотел вам сказать потрясающий пример силы подсознания, его промоет Майкл Тальботт, Тальботт, в книге Гологографическая Вселенная, он пишет о людях, которые страдают раздвоянием личности. Например, есть Вася, который получил какую-то сильную психологическую травму, и поэтому в какой-то момент, когда его личность не может терпеть уже то состояние, в котором он находится, или то место, в котором находится время людей, он переходит в другую личность. Вася становится Петей. При этом он забывает все вообще о Васе, он забывает о существовании Васи. Он становится полным Петей. То есть это такое парадоксальное очень интересное состояние, когда человек реально верит, что он Петя, и есть какая-то история про этого Петю, в которую он тоже верит, и он ее полностью принимает на 100% он верит в это. Что интересно нам в этой болезни, что люди, которые страдают раздвонием личности, у них отличаются в двух личностях количество сахара в крови, он правша или левша, давление, частота пульса, аллергия, острота зрения и слуха, все изменяете, связи в мозгу, воспоминания, все. Люди, которые находились под общим гипнозом, под общим наркозом, точнее, во время операции, и вдруг что-то внешнее побудило этих людей перейти в другую личность, он просыпался и нужен был специалист, чтобы вернуть его прошлую личность, представляете, даже самый сильный сахарный диабет при переходе в другую личность пропадает. То есть, я немножко объясню, предположим, Вася, у него есть сильный сахарный диабет, Петя, он убежден, его личность как бы, это он здоров, у него нет диабета, у него, например, вместо диабета там, миопия, близорукость, да, а у Вася нету близорукости. Когда этот Вася переходит в образ Петя, это все один человек, просто психологически он начинает верить, что он Петя, тогда его зрение меняется и сахарный диабет пропадает. Представляете? Невероятно, но факт. Раф Дестлер продолжает свою мысль, он говорит нам о том, как влиять на нашу животную душу. Он пишет, что мысль, повторенная многократно, становится для нашей животной души указанием действия. Что это означает? Что знаете, что такое плацебо? Плацебо это таблетка пустышка, но она действует. Человеческое тело, которому не могли помочь лекарства 10 лет, вдруг излечивает само себя за считанные дни. Почему? Потому что в его животную душу зашло убеждение, что он будет здоров. Точно так же мы можем без плацебо без лекарств ввести в свое подсознание любое убеждение, любую установку, которое ваше подсознание само реализует. Как это сделать? Через афирмацию. Что такое афирмация? Мы поговорим после того, как я посмотрю вопросы и что мне люди пишут. Караул. Кто считал? Так. Кто считал, что напомните Николай? А, кто считал проценты? Я опираюсь на исследование моего учителя Илья Ушири. Это известный лектор в Израиле. Это известный коуч и специалист по телу и душе. То есть он учился у профессиональных коучей. Он сам изучает очень подробно телу и душу. И он учился у своих еврейских учителей. И я принимаю от него естественно проценты. Кто считал это, есть разные мнения. Есть мнение 96%, есть мнение меньше. Да, но я говорю то, чему учили мои учителя. Светлана пишет, мне кажется, что все люди выбирают для себя героя для подражания. Ну, наверное, в нашем поколении это действительно так. Но есть разница. Выбрать себе героя для подражания и говорить, я хочу быть как он. И стараться в чем-то быть другой совершенно случай, когда человек верит, что он вот такой-то. Причем обычно это не какой-то герой Бэтмен или какой-то герой из сериала, а это обычно какая-то личность, какой-то образ со своими недостатками, со своими достоинствами. достаточно обычный человек, который отличается сильно от того, который человек, каким является на самом деле. Окей? Итак, и сейчас, дорогие друзья, мы приступаем к основе. Что же такое аффирмация? Мое определение аффирмаций. аффирмация это предложение сформулированное в позитивном ключе с эмоциональной окраской и от собственного имени, отражающее желание аффирмирующего. Здесь в этом определении находятся несколько очень важных вещей, которые нужно знать об аффирмации. Во-первых, это позитивное предложение, которое мы сформировываем в зависимости от того, что нам нужно. Во-вторых, это эмоциональная окраска, то есть, без эмоциональной окраски, без того, чтобы говорить это предложение эмоционально, оно практически никакой пользы не дает. И третье, что это отражает наше желание, да, это, в принципе, я уже сказал, то есть, в принципе, можно все вместить в два пункта, да, позитивный ключ, три пункта, позитивный ключ, эмоциональная окраска и отражает то, что мы хотим. Теперь, почему многие люди, и я в том числе в прошлом, скажу вам честно, эту потрясающую работу по аффирмации, по самовнушению, почему они бросают? я вам расскажу свою историю. Я еще давно, 20 лет назад, может быть, я столкнулся с этой техникой, техникой самовнушения, аутотренинга, да, аффирмацией. Я попробовал, и я не почувствовал никакого особо результата. что меня учили, что нужно говорить просто то, что ты хочешь, как будто это есть. То есть, человек, который, например, весит 130 килограмм, а он хочет весить 80, он говорит, я вешу 80 килограмм, я вешу 80 килограмм. Так, повторяет, 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 и считается, что он на самом деле начнет весить 80 килограмм. Прикол в том, проблема в том, что у нас внутри есть так называемый цензор, который, когда ему говоришь такие фразы, которые не соответствуют реальности, тогда этот цензор говорит, ты весишь 80 килограмм, тебе до этого еще и лететь, и лететь 20 световых лет. И просто эту фразу откидывает, не принимает, она вообще не проходит к нам животную душу подсознанием. Понимаете? Поэтому, как обойти этого цензора? Мы что-то хотим внести в наше подсознание, чтобы это реализовалось, чтобы с Божьей помощью подсознание нам помогло это реализовать, да, если более говорить точно. Что же делать? Если мы просто скажем фразу, то, что мы хотим, а это не соответствует реальности, то внутренний церзор это не пропускает подсознание. Поэтому есть такая вещь, фраза мостик. Что такое фраза мостик? Это фраза, которая приближает наше предложение, нашу аффирмацию к нашему сердцу, к нашему подсознанию. То есть, например, человек говорит мне нравится мысль, что я вешу 80 килограмм. Тогда тот человек, который весит 130, когда он говорит такую фразу, его внутренний цензор смотрит, проверяет и говорит а, тебе нравится мысль? Ну, мысль это нормально. Если просто у тебя есть мысль и тебе нравится эта мысль, в этом нет никакой проблемы, пожалуйста, говори. И это заходит дальше подсознание и становится указанием к действию. Как сказал Раф Деслер, мысль повторенная многократно становится указанием к действию. Понимаете? Так, что пишут наши друзья? Так. Окей. Значит, мы продолжаем дальше. что такое еврейская аффирмация? Как вы думаете, дорогие друзья, что такое еврейская аффирмация? В чем разница между обычной аффирмацией и еврейской аффирмацией? Напишите ваш ответ, что вы думаете. Что такое еврейская аффирмация? Так, это психосоматика. Так, это вы про что пишете, Светлана про если вы пишете про раздвоение личности, я не знаю, называется ли это психосоматикой. Возможно, да. Теперь, что же такое еврейская аффирмация? Даю вам подсказку. Мы добавляем в аффирмацию Всевышнего. Мы вносим в аффирмацию Всевышнего. И кроме того, мы вносим в аффирмацию благодарность. И это меняет все. Тогда изменяется главное. ощущение силы и мощь моей руки сделали мне это богатство. Как написано в той мой перевод. Что так нельзя говорить. Говорит то. Это ощущение сменяется на все зависит от Всевышнего. То есть те люди, которые аффирмируют без привязки к Творцу, они считают, что вот я сейчас скажу и тогда все мое подсознание, которое всемогущее, оно все сделает. То есть они как бы этим поклоняются своего подсознания. И они считают, вот я все это сделаю. У нас это по-другому совершенно работает. Принцип совершенно другой. В чем принцип? Я сейчас повторяю. Для чего? Для того, чтобы больше полагаться на Творца. И чем больше я полагаюсь на Творца, тем больше шансов, что он мне даст то, что я хочу. Он может и не дать. Ответ нет, это тоже ответ. Но есть такое правило. Это правило написано в иудаизме, в Торе, что чем больше мы полагаемся на Творца, тем больше шанс, что Всевышний нам это даст. Это написано в книге Хавота Левавот «Обязанцы сердец» Рабейну Бахи. Средневековая очень, очень принимаемая книга, очень важная, мудрая книга, которую я советую всем прочитать. Есть перевод на русский язык. Так, что нам пишут? Окей. Кроме того, мы добавляем в аффирмацию «Спасибо тебе, Творец!» Благодарность. Есть книга, несколько книг, может быть, даже много книг. Я не проверял, я думаю, что много книг на тему «Я сказал спасибо Творцу и получил спасение». То есть потрясающая техника, еврейская техника, которую мы учим у Давида, а может быть, даже до него, я эту технику учу у царя Давида, что царь Давид перед тем, как получить помощь от Творца, он уже его благодарил за ту помощь, которую Всевышний ему оказал. Он даже делал пир, прямо трапезу благодарственную приглашал людей, говорил, я сейчас делаю трапезу, почему? Потому что я благодарю Творца за будущее спасение, за спасение, которое он мне даст. Так я учил. Представляете, и это очень действенная вещь, благодарить Творца за будущее. Ну и кроме того, если мы еще благодарим Творца за то, что есть, то это вообще отлично. вообще техника благодарности она работает так. Есть у вас какое-то время, например, 10 минут, 90% этого времени, любого времени, которое у вас есть, да, нужно благодарить Творца за все, что есть. Спасибо Всевышний, что у меня есть руки, ноги, голова, что я могу думать, что я могу читать, что я могу изучать Тору, да, благодарить. Если вы сможете благодарить и за то, что вам не нравится, это вообще идеально, да, спасибо, что я еще, предположим, не женат, или спасибо, что я не зарабатываю столько, сколько я хотел бы, да, я знаю, что для меня это самое лучшее. Обычно человек, когда повторяет эти фразы, что он благодарит Всевышнего за то, что ему даже не нравится, да, то он начинает понимать, что все это к лучшему, потому что Всевышний нас так любит, как у кого есть дети или какие-то родственники, маленькие дети, да, представьте себе там, годовалый ребенок, и этот годовалый ребенок идет, пачкает вам одежду, пачкает скатерть, скатерть, какие-то вообще непонятные вещи, ломает вещи, как вы к нему относитесь, вы его все равно любите, правильно, вы понимаете, это маленький ребенок, и вы, например, хотите что-то, например, хотите его помыть в ванной, да, вы его заводите в ванную, он плачет, или вы хотите ему сменить одежду, да, памперс, так, вы начинаете менять, он плачет, почему? Потому что он считает, что ему это плохо, ему это не нравится, да, но на самом деле мы понимаем, что это для него самое лучшее, и он в какой-то момент тоже начинает это понимать, перестает плакать, так мы такие же годовалые дети по отношению к Всевышнему, даже может быть еще меньше, и он нас любит, и он о нас заботится, и он дает нас самое лучшее, и мы как годовалые дети не понимаем, что иногда то, что он нам дает, нам не нравится, да, но это самое лучшее для нас, во всяком случае в данный момент, это не значит, что я должен говорить, да, вот все, это самое лучшее, это не нужно изменить, если что-то болит, нужно это менять, это тоже воля Творца, но нужно понимать, что на данный момент то, что болит, да, я имею ввиду духовную боль, любую боль, психологическую боль, это то, что нужно изменять, это то, что самое лучшее для меня в данный момент, понимаете, то есть, это то, что принесет мне, в конце концов, с Божьей помощью, удовольствие, добро, если я правильно поступлю в соответствии с волей Творца, итак, возвращаемся к аффирмациям, Давид, царь Давид, в 116-м псалме, говорит тоже потрясающие слова, и мантики адабер, я поверил, что говорил, да, это мой перевод, насколько я понимаю, это правильный перевод, то есть, вера в спасение и помощь Творца приобретаются через речь, и в нашем случае, это через еврейские аффирмации, Важно добавить, что в трактате Шаббат на 31-й странице написано 6 вопросов, которые спрашивают нас, написано в час, когда приводят человека на суд, имеется в виду небесный суд, спрашивают его, говорят ему, и там приводится 6 вопросов, которые ему задают, первый из которых, ты продавал и покупал с верой, имеется в виду, честно ли ты вел свой бизнес, честно ли работал, да, второй вопрос, выделял ли времена на изучение Торы, третье, плодился ли и размножался, четвертое, ожидал ли спасения, о, и вот тут мы остановимся, да, все переводы, это мои, как я понимаю, если есть, какие-то небольшие, небольшая разница, между тем, что вы видите в другом переводе, поймите, что это перевод, это мой перевод, и я оставляю за собой право, что там могут быть какие-то неточности, но я перевожу по смыслу, максимально точно, насколько я это понимаю, и так, что же означает этот вопрос, четвертый вопрос, ожидал ли ты спасения, обычный стандартный комментарий, это ожидал ли ты Машеха, на нас возлагается обязанность, постоянно ждать Машеха, Мессия, каждый день, мы должны его ожидать, что он придет, но, есть еще один интересный, очень комментарий, который сказал, насколько я помню, Адморец Слонима, и я очень люблю этот комментарий, что говорит этот комментарий, он говорит, что ожидал ли ты помощи, от Всевышнего, в любой своей проблеме, то есть, у человека есть какая-то трудность, у человека есть какая-то проблема, что-то не ладится, и тогда, человек должен ожидать, от Всевышнего, помощь, в этой трудности, понимаете, и об этом сказано, ждал ли ты спасения, это второй смысл, этого вопроса, и я думаю, что то, что Хафетсхайн постоянно просил Творца, перед любым маленьким даже действием, даже перед тем, как пришить пуговицу, он просил Всевышний, пожалуйста, помоги мне правильно пришить эту пуговицу, это, наверное, связано вот с этим вопросом, кстати говоря, мы учим успех секрета Йосефа, тоже он связан с этим, Йосеф, скоро мы будем изучать про него, Йосеф, сын Якова Авину, нашего праотца Якова, когда он работал у Патифара, когда он попал в египетский плен, да, что он делал, его заметили среди десятков тысяч рабов, которые были у Патифара, почему, потому что у него все, что он делал, получалось, причем, получалось потрясающе хорошо, и сам Патифар, когда он посмотрел на работу Йосефа, он увидел, что Йосеф постоянно что-то про себя повторяет, что-то мямлит, я не знаю, это правильное слово, мямлит или нет, но он что-то про себя повторяет, и его спросил Патифар, Патифар думал вообще, что он, видимо, большой колдун этот Йосеф, что он, да, говорит, какие-то заклинания сильные, и Патифар к нему подошел, говорит, скажи, ну-ка, научи меня этим заклинаниям, что ты говоришь, и Йосеф говорит, ты знаешь, я просто молюсь Творцу, я прошу у Творца, чтобы он мне помог, это самое сильное заклинание, из-за этого, дорогие друзья, мы учим очень важную вещь, очень важную вещь, как достичь успеха в жизни, просите у Творца все, что вам нужно, каждую мелочь, не бойтесь, перед тем, как кто-то делает, если это Хафедс Хайм делал, если это Йосеф делал, то и вы тоже можете доделать, попросите у Творца, чтобы он вам помог, вот это сделать, и с Божьей помощью вы увидите потрясающие результаты, что пишут люди, спасибо Всевышнему за все, конечно, да, благодарность великая сила, конечно, конечно, я рад очень, что вы это понимаете, если у кого-то есть вопросы на эту тему, с удовольствием, пишите сюда, в личные сообщения, буду рад вам ответить, итак, дорогие друзья, значит, к чему мы пришли, еврейская аффирмация, это положительное предложение, сформулированное в позитивном ключе, с эмоциональной окраской и от собственного имени, отражающее желание аффирмирующего, не противоречащее, естественно, воле Творца, и содержащее в себе упование на Творца, я говорю, с Божьей помощью, или мне нравится мысль, что по великому милосердию Творца, да, и так далее, и дальше фраза, и в конце благодарность, благодарность, которая относится и к настоящему, и к прошлому, и к будущему, в идеале, да, и вот такая аффирмация, она очень сильно работает, она может просто изменить нам нашу жизнь за считанное количество дней, дорогие друзья, кому интересна эта тема, те, кто хочет лучше узнать о том, что такое аффирмация, как она работает, еврейская аффирмация, да, те, кто хотят освоить еврейскую аффирмацию, применять ее в жизни, обучить других людей, как применять еврейские аффирмации в жизни, и таким образом перевести жизнь на совершенно другой качественный уровень, уровень в здоровье, в финансах, в заработке, в спокойствии, в уверенности в себе, в общении с окружающими людьми, и в других важных темах, записывайтесь на мой платный курс по еврейской аффирмации, есть скидка для подписчиков и экран, и переходите по ссылке, которую я написал в уроке, в описании этого урока, да, я вам на всякий случай, кто хочет, я вам сейчас скидываю эту ссылку, вот эта ссылка, переходите, заполняйте эту форму, те, кто хочет пройти этот курс, и я с вами свяжусь, с божьей помощью, мы пообщаемся, решим, как это лучше всего делать, отвечу на ваши вопросы, те, кто заполняет анкету, получат от меня подарок, подарок, это список еврейских аффирмаций, на очень многие важные темы, области нашей жизни, да, то, что там написано, из этого вы можете, в принципе, на любую область взять и сделать свою аффирмацию, так что, дорогие друзья, спасибо всем, кто был со мной, очень был рад и всегда рад с божьей помощью давать вам полезную информацию, если вам интересны какие-то еще темы от меня, пишите, буду рад вам рассказать то, что я знаю, поделиться своими знаниями, и будьте счастливы, и до новых встреч!